Сегодня 20 декабря 20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление. Отныне праздновать Новый год всем жителям было велено не 1 сентября, как это было раньше, а в первый день января. Своим высочайшим указом царь Петр повелел украшать дома сосновыми, еловыми и можжевелыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Невероятно, но это факт. Примерно так прокомментировали самарские газеты следующее событие. 20 декабря 1889 года в зале благородного собрания собралась почтенная публика. Погас свет, и на сцене появился польский музыкант Рауль Качальский. Каково же было удивление зрителей, когда они узнали, что маэстро всего 6 лет. Возраст пианиста до последнего держался в тайне. В тот вечер юный вундеркинд покорил сердца многих самарцев. Кстати, 10 лет спустя Рауль Качальский снова посетил Самару с концертами. 20 декабря 1969 года Сызранцы посмотрели первый документальный фильм о своем городе. Кинорассказ «Наш город родной» состоялся в местном краеведческом музее. Над фильмом работала большая творческая группа, в которую вошли музейщики и сызранские журналисты. 20 декабря 1974 года было опубликовано постановление Совмена РСФСР о присвоении имени Ильи Ульянова Усольской школе Шигонского района Куйбышевской области. В 1874 году планируя построить хорошую школу в старинном Волжском селе, инспектор народных училищ Илья Ульянов сам хлопотал о средствах на строительство, сам подготовил проект школьного здания с квартирой для учителей с подсобными постройками. И почти как в сказке за год маленькая бревенчатая избушка-развалюха с печуркой двумя лавками превратилась в просторную добротную школу. 20 декабря 1912 года родился Николай Подовинников, будущий талантливый куйбышевский архитектор. Самой известной его работой стало проектирование и благоустройство в 50-е годы самарских набережных. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Ольга Соломатина, депутат Самарской губернской думы. А еще 20 декабря родились Ури Геллер, знаменитый израильский иллюзионист, мистификатор и экстрасенс, Елизавета Боярская, популярная российская актриса театра и кино, а также Ирина Забияка, российская эстрадная певица, солистка группы Чили. День ангела сегодня отмечают Антоны, Василии, Григории, Иваны, Львы, Михаилы, Павлы, Петры и Сергеи. Сегодня по народному календарю Абросимов день или день Амвросия. На Руси с этой поры начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. Амвросий у Николы погостил, в душу девкам веру заранил, не за горами святки, говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было. И этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. Амвросий праздники отбросил, приговаривали наши предки. В этот день девушки принимались за шитье, на грядущее житье, готовили себе преданное. Таким был в истории 20-й день зимы. Удачи вам в делах!